всем привет друзья с вами анзар мы продолжаем играть в европу 4 за индостан пока что нам нужно уничтожить вот эту армию 32000 и 33 их там 33 наверное потом о том что тут берем провинции просто корабли высадки они не делают тот правил часть войск сюда теперь ждем вот высадились наши войска тут тоже завершилась осада давайте пока флот отправим попробуем сюда здесь войска тоже снабдим не снабдим генералом генерал наш вроде бы тут тут ну пусть будет вдруг ему там понадобится сражаться так что пусть пока что будет мне вроде бы три генерала не до 3 генерала тут генерал сидит а почему здесь не убрал я его его бы в идеале отправить вот сюда на это было бы вообще супер ладно давайте подождем так чтобы враг не брала провинции мы попробуем его спугнуть может он уйдет да он уходит теперь стоим ждем он сам начнет атаку хорошо 11 декабря ждем и позже 25 свежие силы главное продержитесь хотя они вряд ли продержатся нет подержались молодцы минус единичку только враг получает штрафа до полков нашего андель и нашего вассала уже нету погибнуть все равно потери у нас очень большие о 800 700 отлично теперь нам нужно только догнать их и добить поступает они сюда судя по всему хорошо флот не наш вот 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 здесь очередная осада завершена и мы добили полностью стек чем я вас и поздравляю так теперь нам нужно будет эти войска скорее всего что перебросить вот сюда на границу с османами потому что я планирую начать войну именно с ними сблокирует тут уже сразу ушли почувствовали приближающийся флот ладно я отсюда заберу эти 15000 а тут ну пусть блокирует черт с ними мне они это неважно английский большой флот передвигается я отправил дипломатов улучшать отношения с бюджератом что с ним так не себе не очень и ну и с поляками чтобы они согласились с нами воевать против турков и так к войскам сразу да так ты давай так тебе мы поставим лучшего генерала именно для осады предназначенного и дальше так много флотов вражеских ну и к сожалению не могу достать поймать нужен адмирал с хорошей маневренностью когда флот получает дополнительную скорость тогда можно запросто преследовать вражеские флоты ну а так пока что разве что где-то сидеть внутри провинции и ждать пока будет проплывать флот и тогда выходить с этого порта его атаковать открывается все новые и новые территории зачем они адмирала ставят на такие маленькие флоты не понимаю пусть себе ставят кейп нужно захватить он очень дорогой так сейчас нас вернется дипломат из киллы мы попробуем посмотреть что предлагают ну что мы можем предложить к стиле и португалии в качестве перемирия в качестве мирного договора там вроде бы где-то 30 примерно нужно вину и счета иметь так тату армии мы передвинем сюда пока ну вот видите только наш приближается они сразу уходят задание начать править морями смотрим может поменялась ситуация нет по-прежнему англии 43 подождем еще годик может поменяется на португальца чуть тут очень так резко начали своими флотами действовать прям таки можно сказать доминировать один транспорт это уже после войны мы его куда-то перебросим так англия была а нет у нее по-прежнему 30 кораблей капперы если действует в пользу англии они не отдают все что они здесь захватят англичанам именно они дают ну либо 40 процентов остальное себе оставляет то ли себе 40 англии 60 ну вроде бы 40 отдают стране которая их послала двигаемся ближе еще вот этот нужно перебросить так есть дипломат свободен давайте попробуем да он не уже понимает белый мир как насчет португалии португалия не хочет значит придется мориться с кастельцами именно так что я хочу я хочу эту пробу и эту пробу так не хватает нам 11 нужно подождать сложно вести вот такие войны когда ты не можешь доступиться до территории врага до их центральных территорий приходится вот такими кусочками захватывать всякие островки и так дальше тут кстати еще есть островок ну опа 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 нужно постоянно смотреть что могут высадиться большим армии я думаю португальцев есть армия да и кастельцев чтобы провести высадку кстати где то видим вот их флота основной транспортный посмотрим может он опять будет пытаться выбросить десант так сада завершена и кайп мы захватили отлично это очень дорогая провинция 18 процентов аж еще одна проба ну значит это двушка пойдет сюда этих 7 сюда так нужно найти флот вот идет очередная высадка значит войска нужно обратно завести например сюда но я надеюсь что мы сможем помириться еще до этого 9 нужно так здесь заняли здесь заняли хорошо идем значит сюда либо вот так стоп 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 сюда блокада 25 админ очков либо местные беспорядки плюс 2 и автономии кис мое брошенные в осаде блокаде кто же там брошен так смыщи бездна где это она стоит и где это провинция вот здесь вот здесь хорошо хорошо автономии страшно потому что у нас уменьшение автономии идет все будет хорошо они высаживаются куда же они высаживаются нурсканкан сюда же кстати что там у нас по повстанцам иракс и националисты но у нас там есть войска мы сможем 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 противостоять этим повстанцам ну вот и вижу не убирают враги чего мы поставим наш генерала нашего хорошего сейчас конечно пойдут гуджерату армии убьют а затем затем даже не знаю что они будут делать нет они они стоп да а кучи идут прекрасно просто прекрасно так ты стой пока стой шестой значит пятое на тебя отправим да блин не то нажал но это вроде бы моя провинция а нет выжженная земля чёрт ладно плюс 600 монет тут без шанса португальцы не знаю почему не атакуют так смотрим в африку все спокойно никто нигде не высаживается но это хорошо потому что это даст еще нам вену счета и сейчас будем добивать отлично они туда и мы прибудем до конца еще месяца до стечения и сможем сейчас их почему до сих пор мы их не уничтожили давайте еще подкрепление отправим не сражается потому что очень много пушек пушки они дают некий ну небольшой там бонус да как видим мы убили только несколько орудий смотрим 13 января мы прибудем 14 опять до конца месяца наконец-то убили хорошо снимаем и вражеский флот естественно уходит отсюда ладно просто будем держать войска где-то тут поблизости после войны мы их перебросим уже одно османской фронт стоп 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 stepped оказалось что они хотят высадить десант все показалось еще разочек посмотрим еще единичка подождем конца месяца вроде должно уже тогда согласятся португалия и кастилья на мои условия еще вот 51 51 еще чуть 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 . сюда выско нужно уже перебрасывать на север не скорее всего пойдут пешком через киву когда получит черный этот кубик так обращение прошло успешно посмотрим на нашу религию давайте здесь сколько там 32 месяца будет уже здесь было спокойно чтобы не было с уницких фанатиков кстати тут можно помещать автономию с порядка минус 13 то есть все должно быть нормально если я снижу автономию так сюда перебросим войска немножко подавили этого стане процент точнее эти ребята пойдут хотя бы пусть стоят если я не буду брать эту и право тоже будет черные вот этот черный кубик ты давайте еще разок попробуем да они теперь согласны смотрим может что-то еще захотят взять а точнее отдать это я беру может тут попробуем нет это уже слишком тут можно но я не хочу я хочу побыстрее закончить эту войну давайте возьмем еще деньги сотку и будем мириться отлично так теперь идем сюда начинаем национализацию так теперь мы выгнали европейцев с континента это хорошо нужно снизить тут сам тут даже не знаю пока не буду снижать два базового налога и так уж и много хорошо так этот вот он будет потихоньку нам перевозить войска этот вот возьмет эту армию отправимся сюда и давайте посмотрим дипломата нету ладно смотрим позже так все они идут хорошо прям сюда это тоже прям сюда идет а последнего может получится забрать еще и кораблями это вообще можно вот тут выбросить эти войска вот и отправимся куда-то вот сюда также тут они сейчас могут пройти через спасай мы их отправим вот так спасай кстати допаса и воюет против костили против костили вообще все воюют полмира и препутация наша опять снизилась но я хочу теперь опять кого-то аннексировать гуджират гуджират еще нельзя нужно 190 нужно аютею давайте с польши вернем дипломата так и свободный что же аннексация возможно 730 год ого очень долго да и дип очки очень много стоит это предприятие нашим но мне просто низкой и препутация низкая из чего того что я присоединил субъекты но 22 год но исчезнет но мы в то время будем наверное еще войне с османами может и не будем это 5 лет поэтому и можно подождать 5 лет это не страшно так аюте хочет один брак кстати а с гуджиратами день брак есть будете может подождать так очень хорошие отношения ну вот с шимаром я думаю стоит прекрасно так вы искать ближе к линии фронта тут мы поставим насадного генерала еще подходит сама чувствует себя в безопасности доход плюс 10 процентов на 5 лет мелочи приятно и у нас скопилось огромное количество денег давайте что-то построим постройки престиж за год плюс один легитимность давайте вроде бы плантацию где-то строил она еще строится давайте построим здесь торговую компанию хотя бы штук две давайте 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 вот тут и построим склады наверное а это торговля а стоп 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 рынок рынок нам не помешает а тут еще нельзя так резиденция коменданта особо много она не добавляет вот разве что мастерская нормально тут 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 здесь 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 еще можно двоечка вообще прекрасно столица здесь думаю хватит это должно еще немножко повысить прибыль от производства а тут просто бонус идет хороший 60 процентов сокрушить держава османской империи защита от осман сокрушить престиж только но это просто-напросто нужно объявить войну но сначала оскорбим англию только дипломатам нужно косманы все еще воюют но похоже у них еще есть военная мощь не еще могут сражаться плюс 5 далее и обещаю осман оскорбил почему бы и нет опять нету смотрим армию осман османы стоп но у них же меньше войск и даже рекрута уже посмотрите 60 тысяч рекрута всего пошли наемники 4 не понял а у них может сто восемьдесят шесть полков просто они ну разбиты там полу разбит давайте давайте возьмем почему бы и нет вены и традиции это хорошая штука правда не так на сотни ладно пусть будет так оскорбим еще осман чтобы наша гиппо гиппес нож ножка вырос что подвисла игра теперь уменьшилась странно вот все задание выполнено понятно тимбукто 125 не получится я с ними просто заключал в союз когда у нас там было регенство и разорвал его теперь у нас плохие отношения ну как плохие они нормальные ну до сто двадцати пяти будет тяжело их добить давайте защиту тоже вины и традиции ну чтобы они не спадали вот минус пять за год идет защита 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 а ведь какая то проба в 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 может получится можете не получится не они просто идут не получится значит значит нужно по одному полку так забирать их ок флот прибыл грузимся на флот даже истощение получаем так что у нас там с повстанцами и рякской 80 процентов отлично вот теперь ну я отправлюсь сюда отсюда не смогут сами дайте эти еще топают тут 30 тысяч лана наверное не пропустит войска это исключено также нужно будет обновлять немножко свои корабли может и не нужно это нужно смотреть короче говоря так больше согласно так хорошо очень хорошо воевать наверное будем за багдад он больше всего стоит сюда отправлен наверное наемников там устояли чтобы не держать армию большую кстати в осман уже начались беспорядки что бывает очень редко не часто такое видишь особенно когда они удачливая страна начале партии я выбирал именно эту настройку вот прибыл и что и даже разделить нельзя черт она значит телен а может так не делится если через кнопку а так делится страна немножко может и зря отсюда забирал войска еще начнется восстание придется сюда плыть да наверное зря убрал вроде бы должно все это спасть 106 стоимость национализации здесь так еще нужно взять немножко войск у меня бы есть проход через магадишу на проход есть давай иди давай сюда иди давай иди давай иди сюда османы 156 но пехоты ну рекрутов практически нет у поляков все нормально у литовцев тоже все хорошо австрия которая сражается против осман у нее тоже все плохо но не побеждают смана еще парочку сражения и у них не будет рекрутов начнется объем и истощением вот видите как они еле еле сражаются это хорошо в принципе 60000 уже готовы я думаю пора уже начинать до хотя они там сражались тут больше короче говоря есть тут больше сможет помочь тут литва я думаю придет давайте только подумаем что может еще я не сделал вроде бы все сделал все нормально аннексию вассала я не буду пока что делать так вот этих ребят сюда я думаю стоит уже начинать сколько можно тянуть время давайте объявляем войну и теперь ты сюда и сюда и сюда и сюда просим прохода нет пока что не просим тут я найму 3000 пехоты наемной направил базу чтобы она там брала ее так вот привез еще вот вроде бы все спокойно беспорядком нету что можно и этих 15000 перебросить ну как можно их нужно перебросить подходим ближе а блин я же вроде бы не выбрал за басу сожжаться стоп 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 что я взял а нет за ба а за басу черт за багдад нужно было брать ну ладно черт с ним сразу видно где этот генерал стоит сразу минус 14 процентов тут 50 35 28 ну скорее всего сейчас придет армия осман придется нам сражаться не думать об осадах сюда сюда перебросим еще нужно будет взять проход у вот этих ребят у персов чтобы это 30 тысячные армии смогла пройти нормально вообще 70 так мы пока ждем шамар немножко рискованно тут выстоял свою армию лучше бы пошел басу помочь нам у нас тут есть подкрепление можно их тоже выставить нет и ты ты давай сюда ноль процентов вот тут так как и было 49 так и осталось будет только недавно появилась и сразу гражданская война вот вчера даже будет нам помогать хорошо далее как всегда не сможет пройти потому что искусственный идиот не делает этого ну когда вашего сала не могут пройти на территории но не могут взять по идее здесь проход они не идут может и не могут могут может и не могут взять проход я точно не знаю мне кажется что могут вот есть вот давайте поставим на блокировку наверное посмотрим что там наши друзья поляки берут провинции небольшими отрядами тут истощение вот почему они не могут наверное пойти сюда основная армия осман и она идет на поляков это уже не идет литовцы литовцы пока что на подходе тут армия казани он тоже вестерн приняла 28 уже да быстро мы с этим генералом справимся еще бы одного такого о поляки чуть там маневрирует пока что наверное ждут литовцы маневрирует и теряет manpower свой генерал умер кто кто здесь умер еще снова возьмем главное чтобы этот жил главное чтобы еще одного такого о о вот это генерал хорош конечно ничего не скажешь немножко передвинем тут еще есть войска но мы их будем держать в резерве пока что хорошо ребята встретимся уже в следующей серии где продолжим наши османский поход наши османские завоевания на этом пока что с вами прощаюсь всем спасибо за внимание всем пока всем пока всем пока я